Расширенное выездное заседание Союза ректоров прошло под председательством президента Российского Союза ректоров Виктора Садовничева. В этом году Союз ректоров построил свою работу на выездных заседаниях, посвященных развитию системы образования. И первое такое заседание состоялось в нашем ВУЗе. Инженерное образование сейчас является важной задачей, поставленной нашим президентом Владимиром Путиным. Он проводил совет по инженерному образованию, на котором я выступал. Поэтому, выбирая место проведения этой выездной сессии, мы выбрали площадку Уральского университета, как выдающегося университета, расположенного в самом сердце промышленности страны. И, конечно, где как ни здесь поговорить обо всем. И о качественном инженерном образовании. Члены Союза ректоров обсудили традиции и лучшие практики инженерного образования в России, что примечательно, эта тема актуальна и интересна не только для технических ВУЗов. Тема, безусловно, очень важна. И хотя она не в полной мере относится к нашему ВУЗу, только в части, потому что мы имеем тоже информационно-компьютерные направления, направления, связанные с информационной безопасностью. В глобальном плане, конечно, это сегодня, пожалуй, самая серьезная тема для Российской Федерации. Особенно в контексте последних событий, когда уже для, наверное, каждого уже рядового человека, даже не имеющего высшего образования, стало очевидным, что Россия без развития научной, фундаментальной подготовки инженерного образования на высоком уровне не способна сохранять свою промышленную самостоятельность. Участники заседания рассмотрели вопросы концептуального и практического плана. Некоторые учебные заведения уже реализуют программы прикладного бакалавриата, ведь одна из современных тенденций – внедрение практической подготовки в учебный процесс. Мы считаем, что очень важное для развития инженерного образования, так называемое дуальное образование, когда студент наряду с обучением параллельно или там смещенно по временем еще и осуществляет достаточно важную такую практику на месте своей будущей работы. И в этом случае надо четко организовать учебный процесс, чтобы студент успевал делать и то, и другое. Вот мы это в своем вузе развиваем и надеемся послушать, как это получается у других. Ну и, может быть, какие-то другие подходы, которые тоже нам будут интересны. В ходе пленарного заседания выступили ректоры ведущих российских вузов. В числе выступающих был и ректор ЮРГУ Александр Шестаков. Он представил новую концепцию развития инженерного образования в России. Итоговые предложения по новой концепции будут озвучены на съезде Союза ректоров России, который пройдет 30 октября в Москве. Качество высшего образования, качество инженеров должно быть и может быть только там, где идут серьезные разработки. Это вот основа. Около этого есть ряд мероприятий. Это постоянные работы, которые должны проводить вот эти научные школы. И университетам нужно не то, чтобы давать деньги, им нужно давать работу. Постоянная работа в тех направлениях, в которых университет имеет компетенции. И тогда коллективы будут расти. Студенты будут учиться и на разработках, на новых разработках. Значит, вот и качество образования будет выше. Развитие инженерного образования входит в государственную программу развития науки и техники и определяет инновационный рост экономики. Конечно же, верю в то, что мы сможем реализовать и основные принципы нашей государственной политики в этой сфере и получим отклик профессионального сообщества, которое также заинтересовано в целостном развитии экономики страны. Конечно же, вузовского сообщества, где работает очень много талантовых людей. Сегодня особого внимания заслуживает создание условий для творчества и развития индивидуальности будущих инженеров. Творческие способности формируются в процессе активного участия студентов в научно-исследовательской работе и инженерных разработках. В современном понимании инженеры, понимающие и биологию, и химию, и генетику, и медицину, и новые материалы, и хорошо образованные. Да и нельзя сбрасывать со счетов его и гуманитарную подготовку, потому что мысли, они приходят иногда очень неожиданно. Чем шире человек образован, тем больше он может сделать. В словом, я вижу современного инженера как творца. И перевод французского «инженер» – это изобретатель, но изобретатель – творец.